откручиваю шатуны вытаскиваю головка на 12 12-гранная головка миску выживание глянки глянки через 7 дней Вкладыш. Вкладыш хороший, но прославленный. Почему-то выскочил из крышки. Хотя так стоит, просто прилип. Точно так же вкладыш остался. Вкладыш тоже нормальный. Вкладыш. 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 не ниже поршня время пришло . у нас указывает на перед двигателя откручиваю выдергиваю остальные шатуны все шатуны вытащим откручиваю вал головка на 14 12 грамм шатуны Крышки должны быть пронумерованы. Пятая, четвертая, третья, вторая. Да, крышки пронумерованы. Откручиваю до конца. Крышки. Крышки. Все, бугеля все снял. Остается нам поднять только вал. Вот и наш блок. Голый, раздетый блок. Моем. Сейчас возьмем, побрызгаем. Вот здесь диагерметик. Испробуем химию. Странно, он еще с шариком там что-то взбивается, значит. Ну и так же на передней. Ну, подождем. И пока я ее набрызгал, перелью димексид. Кстати, димексид я покупал по 40 рублей. В аптеку пришел, без вопросов, все есть. Возьму перчатки и одену. И релью в емкость. Она у меня пустая. Нету ничего. Будет с триггером. Это тоже была химия для очистителя. Парфаам 7000. И уже с триггера побрызгаю на детали. Посмотрю, как будут работать. Но вот эту штуку я сам никогда не залью. Но я отговаривать никого не буду. У всех выбор свой. Кто-то видит хороший результат. Но мое ощущение, что результат будет печальный в будущем. Перелил 700 грамм димексида. Минут пять прошло. Смотрите, без усилия. Весь герметик старый отлетает. Усилия не делаю. Там вообще написано не скребком, но это скребком просто неудобней. Написано, протерли тряпкой и все. А, вот здесь под помпой не брызгал. Он его как будто разъело. Вся целиком слетает. Удобная штука. Но, правда, стоит. Ну, в труднодоступных местах, где неудобно, можно ее использовать. А так она в закупе что-то рублей 700. Он весь отлетает сразу. Одну химию испытал, работает отлично. Теперь будем испытывать медицинский препарат. Минут штука. Одну химию курицу. Поехали. Скоро. Лучше бедро-топ. Получается. блок забрызгал пусть стоит пока буду периодически подбрызгивать прошло пять минут щеткой не трогал ничем не трогал побрызгал побрызгал на второй раз и потекла чача брызгая настекает штука моет отлично так же вот спереди тоже оставлю до утра сейчас замочу все в большой бадье забрызгаю накрою полиэтиленом пускай до утра киснет а утром помою но то что я вижу мне нравится но опять же только я буду использовать для мойки даже вот здесь видно как она собирается все сейчас щеточку возьму зубную да отойдет все здорово отойдет кто-то нашел интересную штуку а 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 Замочил я все на ночь в такую большую бадью и накрыл пакетом. Как видно весь кокс полез. На все про все здесь ушло 1 литр димексида 10 пузырьков. Ну а сейчас вытаскиваю, мойкой мою и перебираю головку, перебираю поршня, снимаю кольца, ставлю новые, закреплю блок и старые кольца померю в гильзах. Зазор посмотрим. Помыл запчасти, не помыл только поршня, все остальное отмыл. Хочу показать ни капли бензина, сольвента, прочих очистителей, только димексид. И при том димексид только замочил на ночь, оставил накрытое все пакетом. Конечно может это быть все и получше. Димексид я не грел, на улице у нас сейчас под 30 градусов, поэтому если бы подогрел, возможно эффект был бы еще получше. Ну, меня устраивает и этот. Дальше я немножко подчищу. Клапана я еще не рассухаривал, рассухарю, подчищу до конца, но в целом эффект конечно ошеломляющий. Ну, залить я его в масло, лично я никогда не залью. Очень серьезная штука. Сейчас покажу еще блок, покажу вал и еще момент. Быстро садится коррозия. На все детали, которые подвержены коррозии, быстро садится коррозия. Надо сразу, как только помыли димексидом, те вещи, допустим, как бугеля. Вот коренной бугель, по нему хорошо видно следы коррозии. Да, отмылось, да, все здорово, все замечательно. Никакого нагара, никакого налета. Это я уже смазал маслом, поэтому сразу надо смазывать маслом, чтобы дальнейшего окисления не шло. Ну, и также вал, и также цилиндры. Сейчас переверну головку. Помыл, продул. Вот здесь вот видно остался еще местами налет, а здесь его вообще нет. Здесь, наверное, побрызгал побольше, а здесь поменьше получилось. Потому что головка как раз стояла вниз этим, а вверх этим я подбрызгивал здесь несколько раз. Поэтому так осталось. Ну, сейчас я все равно покажу. Возьму фонарик. Вот так вот все отмывает. После всей этой процедуры я герхером помыл и продул. Вот так вот выглядит внутренняя сторона. Здесь вот видно местами чуть-чуть осталось. В четырех местах, в трех. А все остальное вымыло. Вымыло даже в глубине. Не тер, вообще не тер. Димексид и керхер. Также и воздушное. На впускном коллекторе тоже практически все отмыло. Вот такие чудеса творит Димексид. Штука серьезная, но надо с ним быть очень деликатным. Пойду блок покажу сейчас вам. Решил этот ремонт полностью на Димексиде сделать. Вот так вот отмыло блок. С боков тоже. И снизу. Еще повторяюсь, не тер Димексид. Не зря его хвалят. Не зря его используют. Вот тебе и медицинский препарат. Так, ну. В любом случае, я сейчас буду вал укладывать сначала. Продуть я все продул. Вот так отмылась клапанная крышка. Вот это, я так понимаю, была краска. Почти всю краску съела. Вот так вот вымыла крышку переднюю внутри. Вот так вот отмыла снаружи. И нашел маркером обозначение двигателя. Двигатель уже контрактный на автомобиле. Менялся. Вот эта крышка. Ничего. Опять же, не тер. Еще покажу полуподдон. Вот полуподдон. Вот здесь вот немножко осталось. Но все каналы. Все промылось. И по низу еще немножко осталось местами. Но опять же, можно было бы и дальше отмывать, замачивать, греть. Я уже не стал этого делать. Постепенно оно при нормальной замене масла регулярной вымоется. Решил добавить еще сверху, пока стоит. Работать с ней не начал. Добавить еще димексиды. Думаю, пусть покиснет. И увидел на третьем цилиндре. Выпускной клапан не держит. Если три, нормально, один бежит. Буду еще клапана притирать. Поехал машинку, купил себе. Шикарно отмывает, конечно. Не надо мучиться. Ну что, наверное, убирая разве не красота? красота конечно ну вот он поршень я что-то не понял а где напыление на поршнях? поршни ночь пролежали в димексиде помимо того что сожрало напыление тефлоновое с поршней снял кольца и еще надо под кольцами механически чистить потому что там все равно остается нагар вот если видно теперь беру и вот так кольцо старое не ломаю а вот именно отверточкой тоненькой и сверху и снизу убираю этот нагар и по бокам и в глубине снимаю вкладыши протираю постель беру новые вкладыши м724а стандарт в комплекте сегментов нет здесь по бокам посередине стоит еще два сегмента установлю старый в постель в постель у нас ложатся вкладыши с прорезью а в бугеля идет без канавки ширина вкладышей одинаковая вот здесь не перепутаешь здесь еще и замки по-разному в блок идут замки сбоку в бугеля идут замки посередине армазки уважают м2 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 Смазываем вкладыши маслом Набрал шприц моторного масла Все, вал лежит Еще добавлю масло маленько в коленвал Ставлю сегменты Сегменты вот этим напылением Не сталью, а геопропил Идут к валу Так же и этот Теперь вставляю вкладыши в бугеля Вытаскиваю, протираю постель И ставлю новый Смазываю маслом И устанавливаю стрелку вперед И так все последующие бугеля Поджимаю и затягиваю Подтянул Теперь затягиваем Выставил 40 ньютон-метров Далее Все, вал крутится, все нормально.